Между тем, с началом строительства домов для граждан, переселяемых из Морозовских казарм, региональные власти не намерены тянуть. Планируется, что экскаваторы и башенные краны на месте появятся уже в этом году. Роман Быков оценил местоположение будущих новостроек. Когда объявили о месте будущих новостроек улицы Фрунзе, некоторые злословили, дескать, это самые выселки, самая окраина города. Однако, по факту, мы видим вполне состоявшийся микрорайон. Новые или даже строящие жилые дома, магазин на первых этажах, а самое главное, буквально в двух шагах от будущих домов, школа, а за ней еще и детский сад. Для переселения жителей Морозовских казарм запланировано построить три дома. В их проектной документации еще возможны некоторые корректировки. Однако уже сейчас известно, что это будут не огромные высотки, а здания в 10-11 этажей. Очень важно, что этот дом уже будет построен по современным технологиям, которые сегодня используются на территории города Двери и столицы нашей родины, города Москвы. Обязательно, в соответствии с современными стандартами градостроения, вокруг будет благоустроена вся прилегающая территория. Во дворе разобьют уютный сквер, а также обустроят современную детскую площадку. Но, конечно, самое главное, обитатели Морозовских казарм, которые всю жизнь ютились в комнатах без всяких удобств, наконец получат комфортабельные квартиры. При разработке их планировок учитывались все пожелания граждан. Квартиры будут не менее 28 метров. По предложениям, по пожеланиям гражданам, очень большое количество однокомнатных квартир. То есть, получается, расселяются люди, и у каждого уже будет самостоятельное личное индивидуальное жилье. Кроме того, там есть определенное количество двухкомнатных, трехкомнатных квартир и одна квартира четырехкомнатная. Всего будет построена 451 квартира. Дома планируется ввести в эксплуатацию в 2022-2023 годах. При этом непосредственно работы по возведению многоэтажек начнутся уже в текущем году.